Добрый день, уважаемые жители Республики Сахаякутя. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженной и характеризуется 99 новыми случаями о новой коронавирусной инфекции. В Якутске зарегистрированы 51 случаи. К сожалению, увеличиваются случаи в Алданском и Ленском районе до 5 случаев. 4 случая зарегистрированы в Верхневилюйском, Мирнинском, Юрингринском и Лусов. По 3 случая – Жиганском, Уссалданском, Хангаласском. По 2 случая – Вангинском, Вилюйском, Мегинокангаласском, Усмайском, Чурабчинском и Венобытантайском. По 1 случаю – Верхнеколымском, Намском, Мирнинском, Сунтарском, Татинском и Луси. Расширение географии и распространение новой коронавирусной инфекции, оно безусловно связано с тем, что мы с вами вместе передвигаемся по республике в летний период и прежде всего, конечно же, посещая своих родственников. Те меры, которые сегодня делаются и осуществляются органами местного самоуправления, оперативными штабами по отслеживанию, передвижение населения и прибытие, позволяют нам не допускать больших очагов в муниципальных образованиях. Тем не менее, хотим обратить внимание на то, чтобы правила соблюдались более четко и понятно. Соответственно, это позволит нам всем избежать тех потерь, которые у нас, соответственно, осуществляются и имеют место у наших больных новой коронавирусной инфекцией. За сутки было проведено 1372 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Вообще, в целом, уже с начала марта 2020 года в республике обработано 1 миллион 199 тысяч 379 тестов. Необходимо обратить внимание на то, что в случае, если на тесте оказывается соответствующий штамм неизвестного характера, то, соответственно, мы направляем его в лабораторию «Новосибирский вектор» для определения вида штамма. Сегодня на территорию республики циркулирует ряд различных видов иностранных штаммов. На 5.07.2021 года в республику поступило 268 тысяч 37 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили 216 127 человек. Необходимо обратить внимание на то, что вакцинальные пункты на территории республики продолжают работать. И, соответственно, в полном объеме должно осуществиться вакцинирование в целях того, чтобы не допускать распространения инфекции. К сожалению, за неделю увеличилось количество, по сравнению с прошлой неделей, как количество тяжелых больных, так и летальных случаев на территории нашей республики. Остановить летальные случаи мы можем только вместе, если осуществим соответствующую вакцинацию. На настоящий момент в республике Саха-Якутия достаточно вакцины для того, чтобы всем вместе разрешить сегодня ситуацию, которая связана с распространением данной инфекции. Приглашаем всех на вакцинальные участки и обращаем ваше внимание на то, что, исходя из постановления санитарного врача от 19 мая 2021 года, установлено правило, по которому работодатели обязаны обеспечить иммунизацию работающих граждан, за исключением тех, у которых есть соответствующие медотводы, в связи с чем в ряде учреждений и организаций приняты меры, в том числе и организационного характера. Так, с сегодняшнего дня посещение занятых помещений органами государственной власти на территории республики Саха-Якутия в городе Якутске осуществляется лишь только вакцинированным граждан при предъявлении QR-кода и, соответственно, если есть медотвод или поставлена одна вакцина при наличии свежего ПЦР-теста. ПЦР-тест является свежим, если он взят в течение трех последних суток. Спасибо за внимание. Продолжение следует...